Армения Арарат Мирзаян 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 о беспрецедентном развитии двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Согласно подписанным в Париже документам, Армения получит три многофункциональных тактических радара ПВО средней дальности. Помимо этого, Франция поставит своему компаньону зенитно-ракетные комплексы «Мистраль». Намечено, что в ближайшее время в Армению прибудут французские военные консультанты, которые займутся вопросами подготовки армянской армии. Разумеется, обслуживание поставляемых средств ПВО также требует непосредственного присутствия французских специалистов. Из этого можно заключить, что в Армении на постоянной основе будут находиться представители вооруженных сил Франции. Иными словами, мы наблюдаем первые практические шаги в рамках плана Парижа по выдавливанию России и наращиванию собственного военного присутствия в регионе. В идеале, по замыслу Франции, что вторая российская военная база будет выдворена из Армении, а ее место займут французские подразделения. Насколько такой сценарий может способствовать воцарению в регионе атмосферы стабильности и предсказуемости, думаю, вопрос излишний. Военная кооперация Франции и Армении по определению не может сулить региону ничего хорошего, учитывая специфику их мировоззрения. Ереван ясно дает понять, что в тезисе «Хочешь мира, готовься к войне» считает ключевой именно вторую его часть. Сегодня в Армении работают над интеграцией бежавших из Карабаха боевиков так называемой армии обороны в вооруженные силы страны. Об этом сообщил журналистом заместитель министра обороны Армении Арман Сарксян. По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся активные обсуждения. Таким образом, Армения намерена пополнить личный состав своей регулярной армии за счет вышвырнутых из Азербайджана членов незаконных формирований, а по сути террористов, поскольку упомянутая армия обороны Карабаха отвечала всем критериям террористической организации. Впрочем, в этом плане и сами вооруженные силы Армении имеют вполне себе сложившиеся навыки. И стало быть, слияние должно произойти без особых проблем. Вероятно, это та самая интеграция по-армянски, которую Пашинян обозначил в качестве приоритетного направления политики своего правительства. Армения вплотную занялась зализыванием ран, разбитые три года назад армии при помощи любых доступных средств. И почему-то есть устойчивое ощущение, что Ереван готовится к войне вовсе не потому, что отчаянно хочет мира. Субтитры создавал DimaTorzok